На флеш-интервью главный тренер ОМИК «Спорт» Илья Ржавчук, ангел Игорь Валентинович, поделись с впечатлениями. Завершили на мажорной ноте, можно сказать, этот сезон 3-1, победили у Николаева. Приятно всегда выигрывать, тем более дома. Мы не так часто радовали в этом году наших болельщиков. Поэтому 3-1 забили, достаточно неплохие мячи. Победили, поэтому вот эти все разговоры, дрязги, они только сплотили коллектив. У нас сегодня было там 13 человек всего лишь. Те люди, которые, мы подозреваем их в сливе игры с Мариуполем, они временно уволены с команды до разбирательства. Поэтому пусть правоохранительные органы разбираются в их судьбе. А ребятам, болельщикам нашим я хочу сказать спасибо за то, что все-таки в тяжелую минуту и поддержали нас, и не пришли. Поэтому я благодарен тебе. Ну, сегодня, да, был такой вообще экспериментальный суперсостав. То есть, наверное, за счет чего добыли сегодня победу. Хотя линия атаки, как раз, ну, можно сказать, была почти в полном составе. Ну, желание ребят победить и доказать, что они чего-то стоят. Поэтому все вышли отмобилизованные. И даже тот же Сережа Чембай, который пропустил два месяца, достаточно неплохо выглядел. И справился со своими обязанностями. Опять-таки я им сказал в раздевалке, что когда выходит команда, единое целое, тогда даже что-то, если не получается, все равно мы добьемся результата. А когда разросленно, ну, и есть негодяи в команде, ну, тогда, конечно же, тяжело добиться результата. Как бы ты там на тренировках тренер не вкладывал, что нужно делать в игре, если они делают свою черную работу, ну, результата никогда не будет. Большое спасибо. Тогда желаем удачи и до встречи весной получается. Да, спасибо. Ну, мы заканчиваем последнюю трансляцию в этом году. Горняк Спорт закончился только на мажорной ноте. Но мы продолжаем работать совместно с нашим информационным партнером Кремен Ти Ви. Мы, я надеюсь, будем давать репортажи из зимних сборных команды. Оставайтесь с нами, любите футбол и болейте за Горняк Спорт. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok